В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Марина Назарова. Здравствуйте! В нашем ВУЗе прошел экватор акселерационной программы. Подробности далее. В ЮРГУ прошел промежуточный этап акселерационной программы поддержки студенческого предпринимательства. На этапе экватора спикеры представили лекции на тему развития бизнеса, а команды студентов презентовали свои проекты. Всего в акселерационной программе приняли участие 60 команд. Это инновационные проекты с техническим уклоном. Это беспилотники, это интерактивные клавиатуры, интерактивные навигаторы, чат-боты. То есть, в принципе, отражаются тренды современные технологические. Сейчас развивается что нейросети, искусственный интеллект и различные автоматизации, роботизации. Вот, в принципе, команды, они про это проекты и делают. Команды разрабатывали проект не только, чтобы выразить себя, но и с целью зацепить идеи, корпорацию или же университет, а также получить возможность дальнейшего развития проекта. На выступление каждой команды отводилось 5 минут. Проекты оценивал состав жюри из представителей ЮРГУ, корпоративных заказчиков и представителей инвестиционных фондов. По словам организаторов, проекты созданы с обязательной перспективой дальнейшего практического применения. Сейчас задача какая? Оценить, как команды бегут, куда они движутся с проектами, их скорректировать. То есть, пока это не какая-то финальная оценка. Студенты представили проекты на разные темы. Например, одна команда разработала навигатор по ВУЗу, а другая создала проект на тему тайм-менеджмента. Наша команда, получается, делает систему тайм-менеджмент, которая поможет студентам, в частности студентам, ориентироваться в обучении. Команда построила систему, которая поможет студентам организовать свой учебный процесс так, чтобы избежать долгов, получать стабильно высокие баллы за счет предварительного планирования учебных работ. Работа далась на самом деле не очень-то и сложно, потому что я уже имею одно среднее образование, среднеспециальное образование, а именно специалист информационных систем. То есть, я уже имею кое-какие знания насчет разработки программного продукта. Напомним, что в декабре состоится демо-день акселерационной программы. Команды снова представят свои проекты и получат уже окончательную оценку жюри и возможные предложения от корпораций по развитию проектов. Ученые ЮРГУ представили «Умное дерево». Это всесезонная установка для очистки воздуха. Промышленные предприятия, ТЭЦ, автотранспорт и многое другое являются источниками загрязнения воздуха. Ученые ЮРГУ придумали и создали устройство, очищающее атмосферный воздух от мелких загрязняющих и токсичных частиц. «Умное дерево» — это соединение диджитал и природоподобных технологий. Нужно сказать о том, что мы исследовали и как работают листья, например, деревьев, как работают иглы. Но все-таки наилучшим фиторемедиатором является мох. Кроме того, мы исследовали разные мхи, но наилучшие показатели у сфагнума. И кроме того, мы научились его выращивать. И у нас получается вот такой материал, который полностью создан из мха. Он сможет использоваться в панелях, которые уже будут устанавливаться в данной установке. Кроме того, она оборудована специальными ставнями по типу жалюзи, которые позволяют в жаркие и солнечные дни защитить мох от пересыхания. Внешне «Умное дерево» представляет корпус, закрепленными на нем сменными панелями, содержащими фильтр в виде мха. По проекту «Умное дерево» я занимался разработкой дизайна и конструкции. Сложности хотелось бы выделить, наверное, чтобы оборудование являлось более таким эргономичным, экономически выгодным и по эффективности очистки тоже, чтобы были свои параметры. Почему именно мох? Разработчики проводили эксперименты, сравнивали свойства различных деревьев. Березы, клёна, тополя, хвои, сосны. Но самым полезным для экологической очистки воздуха стал мох. Сейчас у проекта есть партнёры, которые его выращивают. Мы занимаемся для проекта «Цифровое дерево» поставкой мха с фактом и разрабатывали методику его выращивания, подкормки и оснований. Проект «Умное дерево» реализуется в рамках стратегического проекта «Экология постиндустриальной агломерации» по программе «Приоритет 2030». В Южноуральском государственном университете прошла акция «День здоровья». Вероприятие проводилось совместно с областным центром по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями и Челябинским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры и медики». Сегодня мы занимаемся не только профилактикой, но и реализацией программы «Здоровоизбережение студентов университета». Важно открыто и прямо говорить о последствиях негативных воздействий в студенческой среде. И мы стараемся сегодня в массовом варианте продвигать эти идеи. И сегодня на Большой Перемене мы пригласили ребят поучаствовать в интерактивах от спидцентра и от волонтёров-медиков в втором корпусе в нашем каворкинге новом. Поэтому будем рады присоединению новых ребят, первокурсников, процессам. «День здоровья» ЮРГУ будет проходить на регулярной основе. В рамках акции молодёжи рассказали о вирусе иммунодефицита человека. Студенты поучаствовали в квизах и викторинах, узнали новую информацию. Самым активным вручали сувениры, значки, ручки, информационные буклеты. Что вам важно знать о ВИЧ? Наша сегодняшняя тема – это ВИЧ-инфекция, здоровое питание, инсульт, алкоголь и курение. Студенты, желающие, выбирают человека на тему. У нас три человека, поделены всё по темам, по группам. И люди выбирают, на какую тему бы им хотелось порассуждать. У нас это всё представлено в формате игры, чтобы людям было интереснее отвечать на эти вопросы. И всё представлено в формате «правда» или «миф». В процессе, если человек отвечает неправильно на наши вопросы, мы ему рассказываем мини-лекцию на эту тему. Также для студентов провели викторину о СПИДе и ВИЧ. Её провёл психолог областного центра СПИД Илья Ахлюстин. Многие знают информацию о ВИЧ-инфекции, а многие, проходя мимо, даже говорят, мы это первый раз слышим, что это такое. И очень мне понравилось, хочу отметить о том, что большинство хорошо разбирается, что такое ВИЧ, что такое СПИД, какое отличие. Около главного корпуса университета студенты ЮРГУ могли сдать экспресс-тест на ВИЧ. Мобильная медлаборатория на ВИЧ-инфекции приняла всех желающих. Я решила пойти сдать тест на ВИЧ, потому что это очень важный общественный такой шаг. И, конечно, замечательно, что ЮРГУ организовывают такие проекты, когда можно прийти и сдать тест на ВИЧ-инфекцию. По словам организаторов, мероприятие приняло участие большое количество студентов. И каждый из них теперь знает, как возникает и передаётся ВИЧ-инфекция и как с ней бороться. В зале искусств ЮРГУ прошла выставка, посвящённая столетию профессора кафедры дизайна и изобразительных искусств Марии Мочиловой. В зале искусств ЮРГУ состоялось открытие выставки, посвящённой столетию профессора кафедры дизайна и изобразительных искусств Марии Петровны Мочиловой. Она сама по себе представляла себе, было ощущение, что она фактический инфекция, который приехал в наш город и развивает вот это направление, связанное и с архитектурой, и с изобразительным искусством. И вот если посмотреть на вот эту багажную коллекцию ЮРГУ, то у нас создаётся впечатление о том, что она, в общем, светлая человек, она из советского прошлого нашего, где у нас было чёткое понимание перспективы, была устойчивость, как бы всего, всей нашей жизни. И вот тогда она приносит вот эта выставка, я очень благодарен, что она сумела её организовать, она приносит вот эту устойчивость, светлая, чтобы было. Организатором выставки является кафедра дизайна и изобразительных искусств ЮРГУ, где более 50 лет преподавала Мария Мочилова. Её активная общественная деятельность была направлена на охрану памятников архитектуры и культурного наследия Челябинской области. В нашем институте в ноябре месяце грядёт юбилей, 80-летие нашего архитектурно-строительного института. И это наш вклад в этот юбилей. Мы начали эти торжества вот с этой прекрасной выставкой. Эта выставка здесь сделана ещё и для студентов. Здесь есть чему поучиться, есть на что посмотреть. Выставка приносит мне, да, я надеюсь, и всем остальным большую эстетическую радость. В основной части экспозиции преобладают акварельные работы автора, а также здесь представлены и проекты многих челябинских зданий. Мария Петровна является автором, а также соавтором около 80 разнообразных проектов. 40 из них были воплощены в жизнь. Одним из крупнейших её проектов является публичная библиотека. Также было представлено и несколько автопортретов и студенческих работ. Интересно узнать о наших местных архитекторах, тем более женщине, какая она была чудесная. И интересно было послушать гостей, друзей Марии Петровны, которые были с ней знакомы. Прикоснуться как-то к этому, видно, что это настоящий персонал своего дела. Выставка, посвященная Марии Мочаловой, будет работать до конца октября в Зале искусств главного корпуса ЮРГУ. Время работы по будням с 10 до 5 часов, в субботу до 3 часов, в воскресенье выходной. На кафедре журналистика, реклама и связи с общественностью в рамках проекта «Цифровые кафедры» открылась программа переподготовки. На кафедре журналистика, реклама и связи с общественностью Института медиа и социально-гуманитарных наук В рамках университетского проекта «Цифровые кафедры» открыта программа профессиональной переподготовки дизайн-сми и брендинг. Слушатели данных учебных курсов, помимо основной специальности, приобретают дополнительную квалификацию в IT-сфере. По окончанию курса студенты получат дополнительную квалификацию «Графический дизайнер». Программа разрабатывалась в рамках Всероссийского проекта «Цифровые кафедры». Такие цифровые кафедры создают те наши кафедры, которые хотят включиться в этот процесс и которые могут дать студентам новые цифровые компетенции. Вот, например, наша кафедра создала программу не для журналистов и не для рекламистов. Она создала программу для тех, кто уже изучает IT-технологии, но кто хочет дополнительно узнать и получить компетенции о том, как применить IT-технологии в дизайне СМИ и в организации брендинга. Хочу сказать, что у студента будет обязательно очень серьезный сертификат о повышении квалификации. Этот сертификат будет прописан у него в дипломе. На самом деле студенты, которые хотят поступить на нашу программу, нужно просто этого желать, потому что программы открытые. Все материалы записываются и находятся в открытом доступе на портале дополнительного образования ЮРГУ. По программе обучаются студенты IT-специальностей, ориентированные на дизайн новых медиа и интернет-маркетинг. В рамках моего курса «Особенности проведения маркетинговых исследований и стратегии разработки бренда» мы затрагиваем в том числе и вопросы касательно СММ. То есть продвижение рекламы, продвижение средств массовой информации через социальные сети, через новые медиа вообще. На данный момент у нас на программе обучается 12 человек. Пока все посещают занятия, занятия проходят дистанционно. В рамках практики у студентов есть уникальная возможность протестировать свои навыки в ИД «Комсомольская правда» под руководством бренд-менеджера, контент-мейкера, креатора и копирайтера, руководителя пиар-отдела Алены Ватутиной. В космос отправили шеврон с эмблемой Аэрокосмического факультета Политехнического института. Подробности далее. Выпускник ЮРГУ Дмитрий Петелин почти месяц находится в космической экспедиции. Несмотря на высокую загруженность, Дмитрий помнит о своем университете. Ведь идея отправить в космос шеврон с эмблемой Аэрокосмического факультета ЮРГУ принадлежит именно ему. Он позвонил и сказал, что готовится к полету в космос и был бы рад напомнить всему миру о том, что есть такой Южноуральский госуниверситет и он его выпускник. Ну и предложил, собственно говоря, вот этот способ отвезти на станцию какие-то атрибуты ЮРГУ. На орбиту Дмитрию отправили шеврон, флажок, толстовку и майку с эмблемой ЮРГУ. Космонавт заснял на видео завораживающие кадры. Земля в иллюминаторе и витающий на ее фоне шеврон. Почта России, по-моему, очень помогла. То есть мы собрали всем миром, так сказать, нам помогали разные службы университета. Мы собрали эту посылку, отправили. Дмитрий ее получил. Напомним, что на борту МКС экипаж экспедиции будет находиться 188 дней. Космонавты выйдут в открытый космос пять раз и проведут 48 научных экспериментов. Мог ли я думать, участь на факультете, что моя мечта сбудется и полет в космос станет реальностью? Так вот, я желаю вам от всего сердца мечтать, найти свою цель, планомерно двигаться к ней, построить четкий план своих действий и шаг за шагом продвигаться к реализации этого плана. И все обязательно у вас сбудется и получится. С высоты 420 километров, с борта Международной космической станции, космонавт-испытатель, экспедиция МКС-68, выпускник аэрокосмического факультета, Ительин Дмитрий. Сдай кровь, спаси жизнь. В нашем ВУЗе прошел День донора. В рамках акции «Мы вместе». Для нашего университета подобные акции стали доброй традицией, в которой регулярно принимают участие как студенты, так и сотрудники ЮРГУ. Делаю это регулярно, системно. Считаю это делом очень важным для каждого, потому что помимо пользы для здоровья, если это делать правильно и успевать правильно восстанавливаться, это еще и очень такая важная составляющая с точки зрения помощи тем, кто в принципе системно нуждается в крови, в плазме. И я рад, что у нас сотрудничество с службой крови выстроено также на системной основе. Мы видим очень живой отклик со стороны студенческого сообщества. Возможно, кто-то из преподавателей, из сотрудников тоже этим делом занимается так же системно. Поэтому вопрос, почему, не стоит. Вопрос, когда следующий у нас будет День донора. В университете День донора проводится дважды в год. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить анкету, выявляющую состояние здоровья потенциального донора, а затем побеседовать с врачом. Во-первых, это пополнение банка крови. То есть, сегодня у нас банк крови пополнится порядка на сколько-то литров. Ну и это первое. Второе – это вовлечение, привлечение к донору. В основном это молодое поколение, это очень хорошо. Доноры сдавали кровь в специальном мобильном блок-модуле станции переливания крови. После сдачи донору выдавалась справка, освобождающая его на два дня от учебы или работы, а также выплачена денежная компенсация. Я всегда хотела на самом деле начать, просто сдала, пока я буду совершеннолетней. И мне нравится помогать людям и знать, что я вношу хоть какой-то вклад в этот мир, в мир добра. Напомню, что стать донором может любой здоровый гражданин России старше 18 лет и не имеющий противопоказаний к сдаче крови. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Я занимаюсь разработкой систем управления и мониторинга сети фермы. Сети фермы стоят перспективное направление агросектора, которое подразумевает выращивание свежих овощей, зелени и фруктов непосредственно рядом с потребителем. Большинство сети ферм убыточны по причине низкой квалификации сотрудников на рынке и высокой затраты на электроэнергии. Моя разработка позволит сэкономить на электроэнергии и снизить негативное влияние человеческого фактора. В центре системы находится микроконтроллер, который получает данные с датчиков окружающей среды, температуры влажности почвы, температуры воздуха, влажности воздуха и так далее. Эти данные передаются на облако, с облако на мобильное приложение. Также микроконтроллер управляет различными спектрами светодиодных лент, красным, синим, ультрафиолетовым, дневным и так далее. Данная идея мне пришла 5 лет назад, когда мы разрабатывали в компании ООО «Тройсан» сети фермы. Мы столкнулись с проблемой автоматизации и интеллектуализации таких ферм. Далее я решил защитить магистрскую диссертацию по этой теме и сейчас выиграл конкурс «Умник» по данной разработке. Данная система отличается от существующих решений тем, что она использует математические модели, которые позволяют оптимизировать затраты на электроэнергию и максимизировать урожай. На данный момент проект находится на стадии «Прототип». Все функции работают исправно и данное решение можно внедрять на существующие сети фермы.